Привет, друзья! Вы на Ньюс Эйдер, я Александр Кушнарь. Сегодня 17 мая. Я представляю вам нашу беседу с Юрием Рашкиным, который взял у меня интервью для своего канала, но беседа получилась невероятно интересной, потом выкладываю я у себя на своем канале специально для вас, поскольку темы, которые затрагивались в ходе нашей беседы, очень важны. А именно, как разгромить Россию и какими видами вооружения ее необходимо было бы сломать для того, чтобы она никогда никому впредь не могла бы нанести вреда? Чувствуют ли себя в безопасности такие страны, как, например, Литва, Латвия или Эстония, в отношении которых Россия все чаще высказывает угрозы в последнее время? Ну и, конечно, как выглядит на фоне того, что Финляндию и Швецию принимают так быстро в НАТО, тот факт, что Украине в членстве в НАТО и даже в элементарном ПДЧ отказывают вот уже на протяжении практически 15 лет. Спасибо за микрофона Юрий Рашкин, и я очень рад, потому что с нами вы и с нами еще и наш старый давний друг, главный редактор канала Ньюсейдер Александр Кушнай выходит с нами на связь из Вильнюса. Саша, очень рад всегда тебя видеть, когда, конечно, мы с тобой обсуждаем темы наши, не обязательно радужные, правда. Вот мы сейчас находимся в войне, и я пытаюсь разобраться, насколько это, как бы, зачем следить тут человеку, потому что, с одной стороны, деревни какие-то, населенные пункты освобождаются, а с другой стороны, нам говорят, что это теперь будет длинная, затяжная война, и я как-то начинаю даже, наверное, путаться в каком-то смысле. Ты можешь это прояснить, разложить нам тут по полочкам, что происходит? Юра, здравствуй, и, дорогие зрители, рад приветствовать вас. Происходит переход количества в качество, как говорил Гегель. Да, конечно, сейчас пока мы видим, как украинские военные в рамках отдельных контрнаступательных действий освобождают одно село, потом другое, потом третье, потом смотришь, а их уже 10, 15, и вот уже Харьковская область в значительной степени свободна и до границы российско-украинской, остается буквально несколько сотен метров, и вот уже до полного освобождения Харьковщины остается, может быть, недели, может быть, меньше. И вот уже все заговорили о том, что вооруженные силы Украины вот на этой самой Харьковщине близки к тому, и чтобы перерубить канал поставок оружия, продовольствия, топлива для крупнейшей группировки России на территории Украины, то есть той, которая находится под изюмом, тем самым планы российского командования использовать эту изюмскую группировку для окружения украинских военных на Донбассе срываются. Теперь сама украинская военная машина может окружить и затем уничтожить вот эту самую изюмскую российскую группировку, тем самым полностью уже сорвав весь фронт России, Россия, которая сейчас на самом деле уже в рамках второй фазы постепенно начинает терять потенциал и терпеть поражение. Мы видим, как Россия на Востоке на самом деле терпит очень серьезные потери по ряду направлений при всех тех мощностях, которые Россия задействовала на отдельных участках. Она совершает ужасающие тактические ошибки, к счастью для всех нас, а, видимо, не совершить их невозможно, как и во Вторую мировую волну российское командование принимает решение отправлять одну волну российских орков за другой в надежде на то, что после того, как полягут 10 волн, 11 пройдет по трупам, но не тут-то было, потому что у украинских военных столько оружия, что они могут и 50 волн выдержать. Да, конечно, у России, которая задействовала буквально 90 тысяч военных на то, чтобы форсировать сейчас Луганскую и Донецкую области, удалось с марта захватить кое-какие районы в Луганской области. Но это нельзя назвать даже каким-то тактическим успехом с учетом тех гигантских потерь, которые понесла Россия. Сейчас она обескровлена, она истощена, она растратила на вот эти несколько несчастных километров или десятков километров все свои боеспособные ресурсы. И что теперь? И вот теперь нам британская разведка говорит, что Россия 30 дней не сможет наступать, это как минимум. А украинцам эти 30 дней как раз и нужны для того, чтобы подтянуть основные вот те самые тяжелые вооружения, которые сейчас Украина получает от Запада и в первую очередь от Соединенных Штатов. Да, часть их вооружения уже на фронте, но это небольшая часть. И самое главное, что это в любом случае только начало больших поставок. Вот сейчас глава МИД Украины встретился с госсекретарем США Энтони Блинкиным, и Блинкин ему сказал, что новая партия оружия для Украины уже в пути. То есть она не согласована, она не подписана, она именно уже в пути. 90 гаубиц, которые сейчас на территории Украины, часть которых стреляют уже на Донбассе, это только первая часть, первая часть в гигантском путешествии, которое предстоит пройти Украине вместе с Соединенным Штатами, вместе с цивилизованным миром в рамках оборонной поддержки. Будет не 90 гаубиц, будет 300, 400, 500 гаубиц. Будут самолеты и истребители F-16, будет A-10, будут ракетные вооружения, которые позволят уничтожать российские подводные, надводные корабли, стратегическую боевую авиацию, обычную боевую авиацию, наземные пусковые установки Искандер. Все это будет, благодаря чему Украина сможет освободить, естественно. И не только вот те территории, которые Путин захватил после 24 февраля, но и те, которые он захватил до 24 февраля, то есть с 2014 года, да, будет деоккупация Крыма, будет деоккупация, собственно, вот отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И я хочу обратить внимание, что вот те, Юра, отдельные населенные пункты, которые сейчас ВСО освобождают, они освобождают благодаря в основном пока что тем запасам вооружений, которые в них был до того, как США объявили ленд-лисы, до того, как США поставили вот эти самые тяжелонаступательные вооружения, до того, как эти вооружения оказались на фронте. То есть, в принципе, это либо старое советское оружие, либо в лучшем случае там Джевелина и Стингер. Вот этим ВСО сумели освободить уже четыре области. Киевскую, Черниговскую, Сумскую и теперь Харьковскую области, да, вытеснив российские войска на российскую территорию, то есть на территорию Белгородской области. Деморализованные войска, не видящие смысла в продолжении этой бойни, где соотношение потерь российской и украинской стран, соответственно, 10 к 1, если не больше, да, в этой войне, где у украинских военных сейчас просто на порядке возрастает военный потенциал за счет высокоточного, высокотехнологичного вооружения, более дальнобойного. И поэтому, в принципе, Россия обречена. Она обречена, но просто нужно дождаться момента. Этот момент наступит. Сейчас вот у украинских военных будет 30 дней на то, чтобы, как раз, подтянуть основные вооружения. И, соответственно, мы понимаем, что случится в какой-то момент вот этот вот качественный скачок, да, пока что идет только подготовка, пока что украинцы прощупывают еще там-сям в разных участках фронта. Ну, как говорят нам вот украинские власти, разные представители. Когда начнется большое масштабное контрнаступление, мы поймем, что оно началось. Вот. И это будут уже не отдельные какие-то села, это будут даже не отдельные вот эти вот районы Харьковской области или какой-то другой области, нет. Это будет масштабная волна, которая будет сметать истощенные к тому моменту российские войска, которые сейчас уже, я еще раз повторяю, выдали все, что они могли, и вот они захватили несколько десятков километров. У них не будет сил на то, чтобы обороняться. Понимаешь, тогда это звучит... Тогда я начинаю думать о том, что когда нам говорят о том, что эта война продолжится долгое время, то, возможно, это что же тогда, занижение ожиданий, чтобы если удалось отбиться, как ты говоришь, уже достаточно быстро, возможно, даже этим летом, то, может быть, нам просто говорят так, это будет еще продолжаться очень долго, подмигиваем, а на самом деле. Что здесь происходит? По поводу сроков, на самом деле, это очень сложный вопрос. Мне кажется, что война продлится до конца года. Но! Она может продлиться и намного меньше, и намного дольше. Все зависит от того, как будет конкретно на местах развиваться ситуация. Мы видели, как быстро Россия отступила в первой фазе, и как быстро кажущееся доминирование России сменилось, очевидно, ухудшимся ее положением, когда российские войска, пытавшиеся окружить украинских военных на тех или иных участках, вот в той же Киевской области, сами внезапно оказывались под угрозой окружения, и именно поэтому они побежали, потому что, как признают военные эксперты, сами были бы и уничтожены в результате вот в этих котлах. Если бы у украинских военных тогда было бы тяжелое вооружение, которое Украина требовала, умоляла и просила последние месяцы и годы у Запада, ну, впрочем, мы понимаем, что там были довольно противоречивые сигналы, но, тем не менее, были представители Украины, которые просили, то, конечно, безусловно, Украина не оставила бы уже тогда никаких шансов России. Ну, вот именно потому, что Запад не продемонстрировал Демиру Путину, что он готов пострелять тяжелое вооружение, и потому что не поверил в украинскую армию, сейчас мы видим, американская разведка уже отчитывается о своих ошибках и пытается понять, почему же она недооценила украинскую армию. Вот именно по этой причине Путин сунулся в Украину, ну, даже вот с тем вооружением, которое было на тот момент у украинцев, плюс вот те Джевелин и Стингеры, которые начали тогда поставляться, Украина перемолола эти войска. То есть все быстро произошло, посыпалось как карточный домик, да, это лавина. Ну, то есть, вроде бы, да, кажется, спокойная, незыблемая шапка снега, что с ней произойдет. Но тут вдруг я хлопаю в ладоши, эхо пошло в одно место, и вдруг посыпалось вообще все, да, вот эта вот гигантская махина просто летит от одного моего или твоего хлопка. Вот. То есть как бы тогда в такой ситуации ты подозреваешь, что, ну, даже, скажем так, американская разведка уже ошибалась, и предсказывая силу и Афганистана, и украинской армии, хотя, ну, как бы у них смешанная такая рекорд, потому что, с одной стороны, они действительно аккуратно предсказали, что Путин устроил вторжение 24 февраля практически в день в день, а с другой стороны, они недооценили неспособность украинской армии и, наоборот, переоценили способность афганской армии, афганистанской армии сражаться. Поэтому тут не до конца понятно. Но как бы смотря, я не знаю, но ты подозреваешь, что это может закончиться еще в этом году, просто смотря на то, как воюют Украина и Россия. Я могу сказать о тенденции. Вот тенденция на данный момент, и так ее комментируют все, заключается в том, что Россия стремительно истощается. А Украина, наоборот, стоит только в начале своего большого пути по переходу на стандарты НАТО. И это еще мы не услышали даже каких-то намеков на то, что украинские пилоты будут тренироваться на F-16. Я надеюсь, что это произойдет, это необходимо, потому что без F-16 невозможно защищать свое военное пространство. И, на самом деле, я вот, опять же, не знаю тут всех нюансов, но они бы, теоретически, наверное, помогли бы и защитить страну от ракетных ударов. То есть, я не уверен. Тут надо смотреть, конечно, параметры по дальности полетов тех же F-16. Да могут ли они уничтожать стратегическую боевую авиацию России, которая может запускать крылатые ракеты из стратегической глубины России. Нужно еще проверять. Но теоретически, да, такие самолеты, конечно, просто, как говорится, must-have для Украины. Но, в целом, вот то, что я сейчас вижу, да, вселяет оптимизм. Несмотря на то, что, да, на отдельных направлениях у украинских военных ситуация сложная. Ну, в первую очередь, конечно, речь идет о Мариуполе, но с Мариуполем абсолютно такая особая ситуация, потому что люди из стали, Азов и их соратники, да, сами выбрали изначально, да, остаться на этом заводе. И, конечно, это герои, которые станут частью легенд, да, и то, что мир не смог сейчас защитить их. Это, на самом деле, очередной позор для нашей цивилизации. Просто позор. Я вообще представляю себе, как по-другому бы выглядела история, скажем, Второй мировой войны, если бы из Брестской крепости можно было вести трансляцию на Фейсбуке и показать. Это же вот просто невероятно, то, что мы живем в 21 веке, и мы знаем лица, имена этих героев, в отличие от просто как бы Брестская крепость. Вот тут не просто Азов сталь, а еще вот эти конкретные люди с лицами, это очень важно. Очень важно. Понимаешь, Йор, здесь что очень важно, что изначально Азовцы, на самом деле, совершенно сознательно пошли вот на этот шаг. Они сказали, что мы потенциально готовы пожертвовать собой. Сейчас, конечно, они говорят, что мы не хотим стать священной жертвой, но на самом деле, фактически-то все их действия, они говорят о том, что они готовы были совершить вот этот высший подвиг, и они его совершают сейчас, да. И просто сравни, поведение тех же Азовцев с огромным количеством трусливых, на самом деле, лидеров по всему миру, да. От Папы Франциска до кого угодно, на самом деле, до того же Макрона, который готов был, как теперь выясняется, по словам Зеленского, просто-напросто предложить украинским властям сдать часть своих территорий ради того, чтобы сохранить Владимира Путина лицо. Ну, вот просто, да, де Ладье Чемберлин современного мира. Ну, то есть, вот представь себе, да, какая дистанция, вот чисто морально-психологическая, между Макроном и любым парнем или любой девушкой, которая сейчас находится в Азовстале, вне зависимости от того, мирный это или военный. Военный, конечно, еще и жертвуют, на самом деле, непосредственно с собой на фронте. И, между прочим, они во всех этих случаях, при том, что у них ни еды, ни воды нет, они техническую воду пьют из труп, да, у них боезапас заканчивается, они умудряются совершать штурмовые действия и уничтожать русские войска, вот там вот на Азовстале и уже 6 тысяч российских военных примерно уничтожили за все время. И я вот хочу другое спросить, да, вот нам говорят сейчас, вот, ну, нельзя военным способом освободить Азовсталь. Да что вы говорите? У что, у НАТО нету возможностей организовать коридор? Юр, вот сегодня, например, Финляндия и Швеция подали заявки, ну, так будем говорить, официально уже практически, да, в НАТО. То есть, непосредственно процедура будет запущена в Финляндии, получается, буквально уже завтра, когда парламент проголосует с Швецией, буквально через пару дней после этого. Что произошло? Байден дал личные гарантии того, что Соединенные Штаты защитят Финляндию и Швецию вот на этот промежуточный период, от момента, когда будет заявка подана, до момента, когда они будут приняты в НАТО. Это несколько недель, они идут по ускоренной процедуре. Британский премьер Борис Джонсон дал личные гарантии того, что Британия защитит Финляндию на этот промежуточный период. А вот у меня вопрос, точнее два вопроса, а почему меня интересуют западные лидеры не дали такие гарантии Украине, например, когда они знали, что Россия совершит вторжение в Украину? Вот, мне не очень понятно, разница какая. Но у меня второй вопрос, и это второй вопрос заключается в том, а почему сейчас страны НАТО не хотят дать гарантии за сталь? Потому что что? Что они столкнутся с ядерной державой? Да не смешите меня. Ну пусть попробует он пальнуть ядерные ракеты. Ну пусть попробует. Он будет вместе с этой отвратительной страной, которая на самом деле только маскируется под страной, является бандформированием, будет уничтожен двумя с половиной тысячами только тех боеголовок, которые находятся на суббаринах Британии, Франции, Соединенных Штатов. Никакого тополя не будет. Никаких ярцев не будет. Никаких ядерных ударов по Финляндии, Швеции, по Британии не будет. Это то, чем пугают вот эти гопники, которые сами будут уничтожены, они прекрасно это знают мгновенно, вместе с остальной этой страной, которая осточертела уже настолько всем, со своими угрозами и со своими вечными военными интервенциями, которые она совершает столетиями. Что пора бы уже, пора бы уже на самом деле покончить с этой страной, расчленить ее на территории, которые будут безопасны для окружающих стран, разоружить ее в ядерном смысле в первую очередь. Вот что надо делать. А мы сейчас все смотрим, как ребята в Азовстале погибают, как жены этих парней говорят, что они готовятся к последнему бою. И при этом Финляндия и Швеция получают гарантии. Вот ты мне ответь, пожалуйста, на вопрос. Почему Швеция и Финляндия получают гарантии безопасности сейчас? Вот США, вот Британия, и те их готовы защищать, и готовы страны НАТО, которые не НАТО еще пока, готовы защищать американцы и британцы. И почему американцы и британцы не хотят, ну ладно, Украину, допустим, полномасштабно защитить. И почему они хотя бы, ребята, из Азовстали не хотят вытащить? Вот в чем здесь логика? Я бьюсь над этим вопросом. Я не могу найти на него ответ. Может быть, ты найдешь? Ты знаешь, мне кажется, что все достаточно просто здесь. И то, что я тебя слышал, только подчеркивает и подтверждает то, что мне кажется очевидным. Когда мы смотрим на заявления Байдена, которые раскритиковали многие, включая очень уважаемых людей, о том, что мы будем защищать каждый инч стран НАТО, это было гениальным заявлением, потому что если посмотреть, на что теперь происходит, когда и Финляндия, и Швеция уже бегут вступить в эту организацию, которую они избегали десятилетиями, несмотря на то, что, потому что они поняли, что угроза от России слишком реальна, а шансы защиты от Америки и НАТО слишком велики, что они действительно помогут. И взвешивая эти варианты, мы видим, что и Швеция, и Финляндия стоят в очереди, и замечательно, я очень рад, что им уже дали гарантии, что их уже поддержат в тот момент, когда они, что они как бы уже кандидаты, но мы к ним будем относиться как членам. Это, кстати, очень непростой вопрос, потому что Турция уже выразила недовольство и несогласие, и, в общем, против Аня, как мы помнили, в НАТО надо вступать единогласно. Никак Турция не будет блокировать, это уже понятно, она просто выторговать себе хочет кое-что по курдам, но в реальности, и это уже сами турецкие представители подтверждают, она не будет витировать вступление Швеции в Финляндию в НАТО. Хорошо, так и примем, что Турция сказала, но Турция сказала, Турция и не сделала. Замечательно. Так она не против, они не говорили, что они будут витировать, они говорят, что будут дискутировать и кое-что попробуют выбить для себя. Они, кстати, раньше уже так делали, по прошлым разам понятно, то есть они тоже там были против расширения НАТО на восток и все это на поверку оказывалось просто болтовнёй. Не будут они витировать, они реально работают на НАТО, они закрыли Босфор и они закрыли Россию воздушное пространство для перелёта в Сирию, это чё, сирийская группировка России просто-напросто сейчас осталась на нуле и Россия оттуда войска вывела и там сейчас будет Хамас и Иран на этих базах. Короче, ну Турция здесь полностью на стороне НАТО. Турция наша, но есть же так сказать и национальные интересы Соединённых Штатов, в которые входит НАТО и усиление НАТО и то, что мы видим, что союз, который возглавляет, понимаете, документы всё-таки имеют какое-то значение. Официальный документ, официальный договор, там пятый пункт есть, это же не просто написано, это в документе, который имеет, так сказать, который поддержали разные страны, продолжают поддерживать, называется договор под названием НАТО и страны, которые вступили, получают определенные у них обязанности и привилегии и всё, что с этим связано. Украина не была частью этого договора, не является... Так а Финляндия и Швеция сейчас разве частью этого договора? Ещё раз, им дают гарантии промежуточные, более того, им дают гарантии фактически, давай будем честно говорить, да, даже без всякой заявки, но им, что самое главное, дали обещание, что их примут в НАТО, это преагрессивная Россия, которая уже совершает полномасштабную войну, а почему Украина это не получила? Вот я пытаюсь понять, просто разница в чём, почему такая большая дистанция между тем, как относятся к Финляндии и Швеции и тем, как относятся к украинцам. У украинцев что, характер не такой, я не понимаю, что они южная нация с характером, который недостоин быть принятым НАТО? А, извиняюсь, Венгрия, которая сейчас просто ведёт себя... Нет никакой разницы между Швецией, Финляндией и Украиной, что они все сейчас находятся в середине военных действий с Россией сейчас? Я объясняю, когда украинцы на протяжении всех этих лет, начиная с 2014 года, просили НАТО открыть двери, на самом деле до 2014, ещё в 2008 году, когда и Украине, и Грузии отказали в ПДЧ, да, в плане по дорожной карте, значит, надо было, надо было, надо было, надо было. Я могу заверить, что если бы в 2008 году Финляндия и Швеция попросили бы себе ПДЧ, они бы получили, получили бы очень быстро. Я вообще считаю, что не надо было давать Владимиру Путину столько форы, я не знаю, столько бенефитов, я не знаю, когда Буш младший стал президентом. Ну, не надо было это делать. Зачем останавливаться в этом моменте истории? Давай смотреть на другой, потому что достаточно из разных моментов истории. Но вот я что, понимаешь, к чему всё это сводится? Это сводится к ядерной угрозе. И насколько я сейчас от тебя слышу, уже довольно чётко открытым текстом, что ядерной угрозы от России нет. Потому что если ядерной угрозы от России нет или она невероятно мала, то тогда мы себя ведём совсем по-другому. И, кстати, наше поведение подчёркивает, подтверждает, что мы, в общем-то, видимо, всё нервничаем меньше и меньше. И из того, что заявил Песков, мне это очень понравилось, потому что как бы, ну, американцы пытались выжать из него что-то, ну, полезное, какую-то информацию и всё, что они из него выжили, это то, что если это не угрожает нашему режиму, то тогда мы не будем использовать ядерное оружие. По крайней мере, так это поняли на Западе. Поэтому мы, видимо, сделали вывод, что единственное, на что Россия отреагирует, это действительно прямой удар по горе Ямантау, потому что это угроза режиму. А всё остальное это не угроза. Удар по, там, Белогородску, Беловодску, Белочему, неважно. Это не угроза режиму. Это вот так. Как-то вот так это рассматриваешь. То есть ты... Ты понимаешь, мы не можем, на самом деле, наверняка говорить, будет ли, или не будет ли ядерной войны. Здесь вопрос принципа. Вот смотри, опять же, вот, когда Украина, например, просила открытие дорогу в НАТО, на протяжении, вот, тех же последних, получается, восьми лет, ей что говорили? Что вы не готовы, но в коридорах говорили, мы не хотим злить Путина. Подождите, а вот сейчас, когда вы мгновенно практически берете Швецию и Финляндию в НАТО, вы обещаете им поддержку в промежуточных этапах, а вы сейчас уже не боитесь разозлить Путина? Вот вы говорите, что вы не хотите прямого столкновения с Путиным на территории Украины. Йор, вот у меня вопрос такой, вот скажи, пожалуйста, вот они говорили, что они боятся, спровоцировать Путина все эти годы. Они начали поставлять стингеры и джевлины. Ну как, Владимир Путин полез на НАТО? Они говорили, что повышение, они говорили, подожди, они говорили, что повышение вот этого вот уровня тяжести вооружения приведет к тому, что Владимира Путина спровоцирует эта история, да? Ну и что? Ну пошли вот эти поставки гаубиц, поставки ракетных систем, поставки дронов в камикадзе, помощь американской разведке в уничтожении российских генералов, о чем проболтались некоторые американские представители, после чего Байден сказал, слушайте, ну не надо так откровенно-то уж политься, ну не надо, ну зачем нам? При том, что при этом российская сторона ничего не сказала на этом. Песков говорит, да, мы знаем, знаете, ну вот это не повлияет на спецоперацию. Ну то есть утерлись, 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 еще раз утерлись. Сейчас говорят о том, что истребители поставят. Хотя еще месяц назад обо всем этом даже речь не было. Все говорили, что ой, мы боимся сейчас поставить истребители, даже старые советские, потому что Путин воспримет как повод для того, чтобы объявить НАТО и ядерную войну. Но ни одно из повышений вот, да, вот этой риторики и ни одно из повышений значит, вот этого уровня снабжения Украины вооружениями, ни обещания Финляндии и Швеции в гарантиях в приеме в НАТО, ничего. Я уверяю тебя, что когда истребители ИФ-16 пойдут в Украину, и тогда Путин не начнет войну с НАТО. Ну так, а что же раньше-то им мешало? Может быть, они проверяли Владимира Путина? Не исключаю. Это разные вещи, потому что есть то, что было, и есть то, что есть. Да, Украину не пускали в НАТО, когда надо было пускать, но Украине не помогали тогда, когда надо помогать. Много чего не делали тогда, когда надо было делать. Но с другой стороны есть то, что есть, когда есть страны, которые в НАТО, и есть страны, которые не в НАТО. И когда мы видим два богатеньких жильца в здании под названием Европа, которые говорят, вы знаете, мы готовы переехать в более безопасное здание под названием НАТО или иметь какую-то защиту от безумного соседа, не знаю, то у нас же, так сказать, это то, что мы и предлагали в общем-то, НАТО это же защита от России. Я не знаю, мне кажется, что это, ну, как бы... Ну вот, тем не менее, когда Украина просила принятие у НАТО, ей говорили, мы не хотим злить Путина. Теперь Финляндия и Швеция говорит, примите нас в НАТО. Да, пожалуйста. В чем разница? Еще раз. Этот вопрос остается неотвеченным. Время. А, хорошо. А почему сейчас, например, ну, допустим, страны НАТО не боятся, что Путин атакует Швецию и Финляндию? Как ты думаешь? У меня есть ответ на этот вопрос. Потому что НАТО, и в частности США, и Британия четко сказали, что пусть только попробует Путин сделать свой шаг через финскую границу. Ну как, это безопасность домика. Я в домике. Нет, ну, вот смотри, они четко сказали Путину, ступишь на финскую землю, отрубим тебе ту конечность, которую ты поставишь туда. Значит, почему они по Украине такое не сказали? Я пытаюсь разобраться в этом действительно хорошо. Разница, но действительно там нет войны. Так в Украине тоже не было войны. Да, в Украине Путин угрожал, но там не было вроде как войны. Но ты говоришь о прошлом, а я говорю о настоящем. Окей, то есть, если бы сейчас, например, война шла, скажем, не в Украине, а где-нибудь в Казахстане, и Украина попросилась бы в НАТО, то, как и Финляндию, Швецию, США бы гарантировали бы Украине защиту. Я думаю, что если бы Украина выполняла, наверное, войсковский закон, имела меньше коррупции и так далее, то она бы тоже была членом НАТО. Я так не думаю. В Венгрии, ты можешь сам видеть. Если бы Украина была Финляндией, то она была бы... Я понимаю, да, я понимаю, конечно, что это как бы разные системы, разные страны, разные, наверное, опыты, разные в том числе и опыт с точки зрения восприятия со стороны окружающих стран, да, то есть... Понимаешь, и, возможно, поведение украинцев сейчас показывает, что вот это все предыдущее мышление было ошибкой, потому что на самом деле Украину нужно было принимать в НАТО первыми, потому что это вот реальная страна, которая действительно сражается, все остальные говорят, а вот украинцы делают. Но есть... Но это как бы... Ну, вот это есть настоящее, есть прошлое. И вот мне просто кажется, что сейчас... То есть ты считаешь, извини, все-таки уточни для меня, ядерная угроза, либо ее меньше, либо она все равно есть. Почему мы так вот... Ты считаешь, вот помощь так вот росла, учитывая, что мы вначале боялись разозлить Владимира Путина, а теперь, видимо, не так боимся. Как ты объясняешь наши бесстрашия против Владимира Путина? Он доказал, что он ничего не может? Или мы так... Или он настолько опасен, что им нужно заниматься, неважно, что это займет? Я думаю, что логика в том же Белом доме очень проста. Если Владимир Путин хочет применить ядерное оружие, он все равно рано или поздно идет повод применить его, и тогда Соединенные Штаты задействуют отдельный сценарий на этот случай. Если же, что очень вероятно, Владимир Путин не собирается применять ядерное оружие ни при каких обстоятельствах, и что, соответственно, его команда на самом деле в итоге не выполнит приказ, то тогда, тем более, зачем нам останавливать военные поставки Украины вместо того, чтобы наращивать их? То есть, при любом варианте это единственный правильный путь. Путь вооружения Украины по стандартам НАТО. По поводу того, насколько вероятны ядерные угрозы со стороны Владимира Путина, я не нахожусь в голове Владимира Путина, и я, на самом деле, не имею доступа к тому, что у него в окружении происходит. Мы можем здесь разное говорить. С одной стороны, с точки зрения рациональности, Россия будет уничтожена в пыль. Да, мир понесет серьезный ущерб, в случае, если Россия попытается применить некоторые из тех ядерных боеголовок, которые у нее есть, но Россия проиграет эту ядерную войну. И проиграет, в данном случае, это значит, физически перестанет существовать. Просто вот вся вот эта гигантская территория, да, седьмая часть суши превратится в безжизненное пространство, где картошку через сто лет нельзя будет сажать. Да, а мир, да, понесет определенные убытки. То есть, что-то Россия, наверное, успеет запустить, что-то долетит, но многое будет сбито, многое не взлетит, потому что будет уничтожено на земле. У России нету в плане ядерного потенциала самого главного. У нее нету фактически большого количества тех боеголовок, которые базировались бы в море, под водой. Не говоря уже о том, что у России, конечно, нету про, который способен сбивать. У американцев есть, а вот у русских нету возможности сбивать ядерные ракеты. И это математика, и она все решит. У американцев, у британцев и у французов на их субмаринах две с половиной тысячи ядерных боеголовок. Почему субмарины в этом деле очень важны? Потому что их невозможно будет уничтожить. А у России большая часть, да практически вся их ядерная сила, это вот шахтные ракеты, это мобильные комплексы, да, и самолеты. В воде почти ничего нету. Все, что на земле и в воздухе, будет уничтожено. Но что-то, может быть, успеет залететь. Значит, единственное, чем по-настоящему гарантированно можно атаковать более-менее без боязни, как считается, это с субмарин. Но только есть, опять же, проблема для России, потому что ее субмарины постоянно отслеживаются. Я могу заверить, что прямо сейчас все российские субмарины пасут американские субмарины, которые просто будут уничтожать их при первой же возможности в случае, если будет намек на ядерный конфликт. То есть уничтожат субмарины. Естественно, что уже все абсолютно ядерно-неядерные вооружения американцев, британцев, французов нацелены на все стратегические точки, в том числе на шахты, на комплексы Ярс и Тополи, чтобы в случае чего вот просто за секунду отправить по этим всем целям удары. То есть этот сценарий уже готов 100%. Это в России прекрасно понимают. И вот, да, что-то успеет долететь, и это что-то, безусловно, нанесет ущерб в ядерной войне. Не то, что не будет победителя, но в ней не будет тех, кто окажется цел. Все что-то потеряют. Но Россия потеряет все. И это то, что в России понимают, это то, что понимает Путин. Вопрос только в том, понимаешь, это в момент психологии. То есть, во-первых, ну а в каком состоянии, собственно, психика самого Путина? Ну вот нам только что, например, очередная порция сведений пришла. В данном случае вот главы украинской разведки Кирилла Буданова, что Путин смертельно болен, у него рак. Олигарх в беседе с британской Миррор подтвердил, у него рак крови. У человека суицидное настроение, да? Нет Путина, нет России. В буквальном смысле. То есть, он как размышляет? Он хочет войти в историю, теоретически. Он хочет войти в историю как освободителя русских земель, как император, а войдет он в историю как трусливое, жалкое ничтожество, заслуживающее трибунала. И ты понимаешь, что может произойти? Вот он сейчас проигрывает, и он сейчас хочет, как нам опять же источники говорят, пойти на сделку с Западом, попробовать договориться с ним о неком вот мирном урегулировании по Украине. Но только на встречу-то ему в Запад не пойдет. Западу теперь не нужно переговариваться с Путиным. А зачем? Путин сам капитулирует без всяких договоренностей. То есть, ему не пойдут на уступки просто потому, что его не боятся. То есть, он потеряет все. И что в этом случае? В этом случае у него будет два варианта. Или сидеть тихо, как капитулянт, ну, попытаться досидеть. Или, поскольку он все равно смертельно болен, допустим. Но даже если он не смертельно болен, но обладает суицидным устроением, он запускает ядерные ракеты. Вот только, да, второй вариант это то, что не устроит окружение Владимира Путина. И именно поэтому окружение Владимира Путина, понимая, что он все равно капитулирует, а Запад, соответственно, не пойдет на уступки, это окружение просчитывает, что Владимир Путин со своей смертельной болезнью может попытаться уйти, значит, с ядерным огнем. И оно начинает плести заговор. И вот об этом как раз опять же рассказывает Кирилл Буданов, что сейчас в окружении Владимира Путина зреет заговор. И вот я понимаю, почему он зреет, потому что там все поняли, что Владимир Путин проигрывает, и что у него единственный вариант останется, это попробовать уйти с ядерным апокалипсисом. Вот. Это все разные варианты, и о них нам всем нужно думать. Но мне кажется, что правые источники Financial Times, газета с очень серьезной, солидной репутацией, которые говорят, что сейчас в Соединенных Штатах, в Европе, вообще по всему миру начали переставать опасаться по поводу ядерных угроз из России. Потому что пришли к выводу, что со всех точек зрения Россия в этом случае проиграет, и что в России понимают это. И это вот ответ, возможно, отчасти на твой вопрос, почему сейчас американцы перестали, например, опасаться Путина. Ну, потому что дистанция между его словом и делом, она просто громоздкая. Вот он грозился Североатлантическому альянсу военно-техническими мерами. НАТО не пошло ему, но уступки ни в чем. Хотел, чтобы оно скукожилось, оно, наоборот, расширяется за счет Финляндии и Швеции. Хотел, чтобы перестали вооружать Украину, так Украина сейчас будет как, фактически, как член НАТО вооружен. Хотел, чтобы что? Чтобы ему постсоветское пространство дали в его владении. Так он сейчас всю армию потеряет так, что не то, что он постсоветское пространство не сможет контролировать. Он свою собственную территорию сейчас будет упускать. Заходи, бери. Вот и все. Так что, а что бояться его ядерных угроз, если он продемонстрировал, что он реально не в состоянии вообще никому ничем угрожать. Да, он мог угрожать Украине, потому что у Украины была армия вот даже еще три месяца назад в значительной степени, как у России. То есть, это две такие сопоставимые армии. Ну, сейчас армия Украины переходит на стандарты НАТО. Уже Путину намного тяжелее. Но это еще авиации и ракет, на самом деле, у Украины нет. Нету флота. А это все есть у России. А что будет, когда у Украины все это появится? Так что, Путина, как говорится, взвесили, нашли легким. Поэтому и уже такого опасения, думаю, нет. Так что, да. Испоминаем, что сказала замгоссекретаря Виктория Нуланд. Она сказала, что Путин и Россия не оправятся и через поколение от того ответного удара в случае, если он применит хотя бы тактическое ядерное оружие по Украине. Когда по плану Путина ядерное оружие имело бы смысл и сыграло бы ту роль, на которую он рассчитывает, эта точка уже прошла безвозвратно. И поэтому она как бы уже теперь сидит в новой реальности с этим каким-то ядерным оружием, которое теперь будет использоваться просто уже как конец мира, а не для того, чтобы там отпугнуть или запугать или чтобы все сдались, потому что мы уже прошли, мне кажется, этот момент. Мне кажется. Саша, перед тем, как мы перейдем к последней теме, я хочу напомнить зрителям и слушателям, подписывайтесь на канал Ньюсейдер, если вы это еще случайно не сделали, заодно подписывайтесь на канал «Рашкин репорт». Жмите лайки, жмите на колокольчики на обоих каналах, естественно, и поддерживайте оба канала и вообще независимых журналистов, которые вы поддерживаете на Патреоне. Это замечательная финансовая платформа, учитывая, что уровни монетизации, учитывая, что YouTube стал бесплатным теперь как бы развлечением с точки зрения русского, так сказать, русской нашей аудитории, а в украинской аудитории идет война, соответственно, если вы хотите поддержать ваших любимых журналистов, вы можете это сделать, особенно если вы живете за пределами России и Украины, то Патреон это замечательная идея. Саша, я хотел бы тебе задать такой вопрос, понимаешь, Финляндия и Швеция бегут в НАТО, Украина уже воюет, Путин вроде бы бросать воевать не собирается, и ты живешь в стране, которая уже страна НАТО, но с другой стороны Владимир Путин его там лакеи говорят разные нехорошие вещи про, во-первых, страны Балтии, особенно про Литву, которую вроде бы они уже страной как-то перестали считать. Находясь в Вильнюсе, какое у тебя ощущение от этой мясорубки, насколько она может переброситься на страны Балтии, или Владимир Путин настолько ослабел со своими орками, столько потерял силы уже и крови, так сказать, и богатства в Украине, что теперь странам Балтии они могут вздохнуть с облегчением. На самом деле нахождение в стране НАТО, особенно такое, как Литва, несмотря на то, что население здесь 2,5 миллиона, это чувство абсолютной защищенности. И дело не в том, что мы 100% уверены в том, что Путин не нападет. Нет, в этом нельзя быть уверенным, просто потому, что только Владимир Путин отвечает за свои действия, и только его соратники отвечают за соответствующие действия. И если они решат попробовать напасть, они могут это сделать. Наше чувство уверенности в безопасности основывается на том, что за Литву, вместе с Литвой, бок о бок будет воевать вся военная машина НАТО. А как сказал на днях, выступая в Конгрессе, глава Пентагона Луи Тостин, НАТО это 2 миллиона военнослужащих, это сотни, если не тысячи самолетов, это более сотни кораблей, которые прямо сейчас дежурят, это самые передовые возможности. И это в первую очередь, конечно, ядерный зонтик Соединенных Штатов. И не только ядерный зонтик, это вся машина Соединенных Штатов. И прямо сейчас 140 тысяч военнослужащих, 100 тысяч военнослужащих США и 40 тысяч сил быстрого реагирования НАТО. И более сотни самолетов, которые дежурят у нас в регионе. И это, опять же, это десятки кораблей, которые находятся и в Балтии, и в районе Средиземного моря, и в сопредельных морях. Напоминаю, три авианосные группировки, в том числе Соединенных Штатов. Вот это все. С этим Путин хочет воевать чем? Какими силами? Чем он собирается напасть? На Литву, Латвию, Эстонию, на Польшу даже они тут позарились. Деноцифицировать Польшу хотят? Они еще понимают, о чем они говорят. Чем они собираются деноцифицировать, эти дегенераты? Этот мусор, который ничего кроме насиловать детей и их родителей, мародерить и убивать и истязать обычных невооруженных мирных жителей, что он еще может? Этот сброд, эти военные преступники. Это мерзость, которую невозможно людьми назвать. Животные так себя не ведут. Это какой-то абсолютно новый вид человекоподобных. Армия гопников. Чем он собирается воевать? Они не могут воевать с Украиной, которая до недавнего времени армии не имела. Они сейчас всю свою армию там оставят в этой Украине. Они уже оставили там 27,5 тысяч только убитыми. И столько же раненым, если не больше, намного. Половину боеспособных сил своих потеряли из 150 тысяч. А 150 тысяч это то, что было на начало полномштабного вторжения. 150 тысяч при цифрах, которые нам все время говорили. Миллион человек у России. Ну, конечно, я всегда смеялся на этот цифр. Какой миллион? Какой миллион? Какой миллион, Юра? У них так называемых элитных бойцов было там 10 тысяч. И всех их перемололи в первой фазе, когда у Украины палки были. Не то, что там гаубиц с нациских не было. С палками просто ходили и били в буквальном смысле. И погнали, и убили, и уничтожили. Да, при поддержке американской разведки частично. Но у них ничего не было. У них было старое советское оружие. Немножко джевельнов, немножко стингеров тогда. Сейчас чем Путин собирается угрожать в Литву? Мне непонятно просто. Ну, серьезно. Может быть, попробует ну, разве что ракетами? Ну, пусть попробует. Пусть попробует хотя бы одну ракету в Литву запустить. Он посмотрит, что будет. Первое, что сделает НАТО в этом случае, хотя, конечно, я не военный специалист ни в коем случае, но я просто предполагаю, да, это просто уничтожит полностью вообще всю военную инфраструктуру России от Калининграда до вообще всего западного фронта, а под военную инфраструктуру, я понимаю, конечно, вообще всю боевую авиацию, весь флот Балтийский, Черноморский, все аэродромы носители в целом ракет морского, подводного, воздушного, наземного базирования, далее, удары будут нанесены, безусловно, вглубь России по всем, абсолютно всем военным производствам России, так что у России просто не будет возможности производить ракеты, танки, всю вообще военную технику, то есть это будет удар такой мощи и настолько всеобъемлющий, что Россия будет об этом вспоминать пять поколений. У США и у их союзников такие возможности есть. У США недалеко на Лажешфилде, островке, который формально находится частью Португалии, посреди Атлантики, там находится несколько бомбардировщиков Б-2 Спирит, пять часов, и они здесь. И они будут делать вылеты каждый день. И просто прорывая систему ПРО, которая, естественно, будет уничтожена в первую очередь у России, они будут просто методично уничтожать целые города, если потребуются российские. Ну, хотя НАТО не бьет по городам, она не бьет по жилым, она бьет в первую очередь по военно-экономической инфраструктуре. Какие вопросы, я не понимаю. Б-52 запускают ракеты и бомбы. Томагавки летят с эсминцев, которые находятся тут вот, от Балтики до Средиземного моря. Авианосы Соединенных Штатов взлетают в самолеты и уничтожают все эти истребители, которые попробуют с российской стороны подняться в небо. То есть, я не понимаю, о чем мы вообще говорим. У России, которая уже исчерпала большую часть, как говорят эксперты, своего ракетного потенциала, когда обстреливала женщин и детей в Украине, ну, может, конечно, у нее что-то и остаться, да, чтобы запустить пару ракет по Таллину, Вильнюсу или Риге. Ну, просто это будет концом России. Поэтому, я просто, опять же, я с математической точки зрения не понимаю, как эти бандиты, которые не могут взять несколько городков на Луганщине, воюя с армией, у которой нет ни авиации, ни флота, ни ракет, ни вообще западного тяжелого оружия до сих пор нет. Чем они хотят брать-то Литву? И, да, я еще не говорю про то, что, ну, как бы сами литовцы, только кажется, что их мало. Причем здесь количество вообще. Важно не количество населения, важно количество людей, которые из этого населения возьмут оружие в руки. Ну, что, вот в Финляндии 5 миллионов человек, сколько там резервистов готовых реально воевать? 900 тысяч. 900 тысяч. А в России сколько? 150, сейчас 575 осталось. Сколько против Финляндии россиян пойдет воевать? Сколько Сталин имел вооружений, когда он начал эту зимнюю войну? У Сталина было на порядок больше оружия и людей, чем у Финляндии. А у Финляндии тогда не было западного оружия. 900 тысяч против 150. Я уверяю, что в Литве найдется точно 150 тысяч человек, которые возьмут джевелины, сядут в танки, научатся пользоваться гаубицами М777 и перемелят российскую военную саранчу без НАТО, если потребуется. А НАТО будет. И Путин понимает, что воевать ему придется не с одной Литвой, а со всей мощью Североатлантического Альянса. Поэтому даже смешно обсуждать все эти пропагандистские бредни, которые они говорят, это просто для внутреннего употребления, потому что российское население уже спрашивает, какого черта делать российское командование вообще. Понимаешь? Люди уже начали в России подозревать, что что-то не то. Тут они и начинают эти вот пропагандисты путинские за ядерным оружием лезть и напоминать. У нас есть, так сказать, последний аргумент идиотов и слабаков и трусов. Пожалуйста, рассказывайте, как бы. Знаешь, бумага выдержит все, что называется. Ну, в данном случае не бумага, а уши. Мели, Емеля, твоя неделя на здоровье. Пусть говорят. Пусть говорят. Это только дополнительно выставляет их еще более ничтожными, потому что чем больше они говорят, тем меньше они делают. И тем сильнее и очевиднее эта разница между путинскими там угрозами, угрозами Соловьева, Скобеева и Киселева и тем, что они реально могут сделать. Они выставляют себя просто в качестве посмешищего. То есть своими угрозами захватить Литву и Латву. Ну что ж, давай тогда на этом закончим наш разговор. Большое спасибо тебе. У нас, друзья, у нас в гостях был Александр Кушнарь, главный редактор канала New Sader. Пожелаем удачи и успехов всем украинским бойцам. Слава ЗСУ. И я, ну что ж, я буду рад следить за успехами. Мы все будем рады следить за успехами украинской армии. Саша, большое спасибо тебе, друзья. Подписывайтесь на оба канала, жмите лайки. У микрофона был Юрий Рашкин. До новых встреч. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на Рашкин репорт, на New Sader, поддерживайте украинскую армию. Ссылки на вот те ресурсы, через которые можно поддержать украинскую армию, есть в описании к видео на New Sader. И там же вы можете поддержать наш канал через PayPal, Патронбанковский счет и другие ресурсы. И я уверен, что точно так же вы можете поддержать, конечно, и Рашкин репорт. Юра дает ссылки на свои ресурсы в описании к своему видео. Всего доброго. Слава Украине. Героям слав.